Тысячелетие представления равноапостольного князя Владимира широко отмечалось на всем пространстве русского мира и за его пределами. В Саратовской епархии одним из мероприятий, приуроченных к историческому юбилею, стало массовое крещение в Волжских водах. Ранним утром на территории санатория Волжские Дали совершается таинство крещения. Купелю для крещаемых служат Волжские воды, как воды Днепра во времена святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Таинство совершает священник Ярослав Козрин в сослужении клириков Саратовской епархии. Традиция крестить людей в Волге в Саратове уже имеет свои корни. Уже несколько лет подряд совершается крещение. Я думаю, что сегодняшнее совершение таинства на берегу Волги – это такое миссионерское дело. В современном мире очень важно показать, что есть люди, которые делают осознанно свой религиозный выбор. Все эти взрослые люди, которые сегодня примут святое крещение, свидетельствуют, что стать православным христианином можно не только в силу традиции, не только в силу воспитания, но и в результате зрелого мировоззренческого выбора. У нас у корейцев буддийская вера, но как таковой ее и нет. Я долго к этому шла, я посчитала, что христианская вера самая сильная. Я в нее верю. Я перед сном всегда читаю «Отче наш», перед тем, как ложиться спать. Ну и какие-то дела тоже прочитаю «Отче наш». У меня сын крещеный, супруг крещеный. Ну, я пришла к такому выводу, что у нас семья, она должна быть одной верой. Шел, шел по жизни, дошел. Вот как раз пора уже. Возраст скоро может быть с Богом встречаться, а не крещеные – это нехорошо. Все новокрещаемые прошли обязательные огласительные беседы в саратовских храмах. Задолго до принятия решения о крещении, каждый из этих людей пытался что-то узнать о православии. И эти знания по крупинке откладывались в сердце каждого, чтобы однажды оформиться в непростое, но очень важное в жизни решение. Знаете, на душе так легко. У меня долго к этому шла. Я, можно сказать, год к этому шла, и вот, наконец, решилась. И действительно, чувство облегчения, на душе легко. Я думаю, что у меня дальше в жизни будет все хорошо. 43 человека, которые сегодня приняли крещение – это те люди, которые в течение нескольких, можно сказать, месяцев ожидали этого события. После совершения таинства новокрещенные прибыли в храм в честь преображения Господня, села Престаная, где была совершена божественная литургия, которую возглавил благочинный Троицкого округа Саратовской епархии, протеерей Сергий Дагадин. С богослужением новокрещенные впервые причастились к святых христовых тайн. По завершении литургии всех присутствующих на богослужении ждала праздничная трапеза во дворе храма.